Ну вот там вот, в этом диаконосе Зикинхаус, это было мое первое место работы. И сейчас вот это мы проезжаем здесь центральную станцию, а прямо перед нами, вот там вдали, это первое старое здание Зикинхауса, ЛЮМС. Это Лайденский академический медицинский центр. Вот именно здесь я рожала. А вот здесь вот центральный вокзал, видите? Вот так. Ну я уже туда не поеду, потому что здесь все это сложно припарковаться. Проблематично сюда подвозят или наоборот подбирают своих. Я сюда тоже неоднократно когда-то приезжала и брала сына с поезда, так скажем. Так, светофор. Поехали. Он тут давненько не была. И немножко я тут сейчас, конечно, петляю, думаю, куда мне проехать и как. Потому что поменяли вот очень. Все изменилось здесь. Направление. Вот раньше можно было, это была прямая дорога, можно было направо повернуть и проехать вдоль центрального вокзала. А теперь там сделали большую парковку и проехать невозможно. А наверху видишь такси, да? Так что не получится. Ну зато мы сейчас с вами увидим еще раз мельницу. Знаменитую мельницу. Вот она, пожалуйста. Посмотрите, какая красивая, старинная. Вот которой сколько посчитайте? 250 или практически 300 лет. Представляешь? Ну вот это новые постройки, ну с 70-х годов. А вот это что-то, что это такое? Это что-то для меня, что-то новое. Этого я не видела. Не знаю, что это такое. Посмотрите, сейчас повернем, и какие здесь дуники. В Лайдене нужно очень-очень осторожно ездить, очень. И потому что велосипедисты и люди, и вообще. Вот мы объезжаем теперь центр с другой стороны. Я здесь вот училась, вот там со шпилем здания. Учила язык. Здесь вот можно, кстати, взять здесь вот канал. Здесь можно взять кораблик. Вот, а... Так. Да. Вот здание, в котором я училась. А вот интересно, а с торца этого здания, справа оно, это спермобанк. Тут на остановочке я частенько ждала. Свой автобус. Центральная улица. Там в центре нельзя на машине проехать. А вот этот кусочек, да, можно проехать. Вот я тут не была вообще никогда, да, Саша? Интересно? Побродить здесь, конечно, вообще. Ну, вот если едете, то обязательно берите, конечно, удобную обувь, здоровые ноги. Потому что ходить, конечно, здесь не переходить. И вот с этой стороны университет. Вот он, видите? И с той стороны тоже здание университета. Вот как там уютненько, кафешечка. Ой, Лайденский университет. Если вы наберете в гугле, вот это все здание по обе стороны канала. Вот здесь центральный вход в университет. Университет. Это новые корпуса, которые были построены тоже в 70-х, начало 70-х годов. А вот там вот канал, посмотрите, какой мостик. Там у них, кстати, ботанический сад. Вот теплица там ботанического сада. Классно, правда? Да. И даже эти здания, они такие интересные, с этими балкончиками. Это, кстати, канал, вот по которому, если взять кораблик или лодочку проехаться, можно. Обсерватория. Вот прямо перед нами Лайденская обсерватория. Вообще красота. Видишь, вот обсерватория. Вот опять стихи справа, видите? Тоже на арабском. А вот справа тоже, я не так давно показывала, построили новый тоже район. Небольшой. Это вообще, вы понимаете, вот-вот он. Это просто шикарно. Они в самом центре Лайдена. Какая красота. Правда? Шикарно, шикарно эти люди. Вместо расположения, конечно, их домов. Это просто, просто сказка. Здесь еще и с выходом у них каналов. Сегодня пятница. Вижу, многие загружаются пивом. Традиционно, конечно, особенно студенты начинают в пятницу праздновать выходные. Частенько до утра. Мы прямо в бары, которые будут открываться попозже. Красивый живописный канал, вдоль которого мы едем. Везде цветет гортензия, плавают утки, гуси различные, лебеди. Все цветет, все зеленое, все красивое. Погода отличная. У нас 21 градус. С утра был дождик, пасмурно. Сейчас солнышко, ветерок. Вот просто великолепно. И мы уезжаем сейчас. Едем на выезд. Опять проезжаем мою любимую эту башню. Она вроде бы такая простая. Ну вот, наверное, это дух вот этого средневековья в ней присутствует. Посмотрите. И тут вот эта порохия, которая как там вот и раньше жили. Видишь? Вот как домик, видишь, вокруг нее. Так что, вот опять или снова я вам показала немножко города Лайден. Надеюсь, вам было интересно. И если вы приедете в Нидерланды, и у вас будет такая возможность посетить этот город, очень советую, выделите денечек, если вы здесь недалеко будете, обязательно посетите. Я думаю, что пройтись по этим узким улочкам в центре Лайдена, прокатиться на кораблике, вам доставит массу, массу удовольствий. А еще, если вы немножечко почитаете в интернете, получите какую-то информацию о городе, вот может быть у меня получится показать вам ждуна. Но это нужно туда в госпиталь зайти. Он в госпитале, вот в том центральном госпитале. Но вот когда буду делать видео о больнице, вот поступило такое предложение, и я, конечно, зайду тогда, может быть, вот туда, в Лайденский этот госпиталь, и обязательно покажу вам этого ждуна, которого сделала буквально, я вот не помню в каком, по-моему, в 2011 году или даже в 2016, одна из скульпторов Нидерландов. И идея была в том, чтобы детки, которые сидят и ожидают приема у врача, чтобы вот как-то их поддержать, что ли, да, вот, чтобы им было как-то веселее. Но, вы знаете, в Нидерландах немножко другой менталитет. Здесь нет менталитета очередей, да. И вот как прочитала, опять-таки, в интернете парень один написал, вот он искал, везёх, кто это у нас такой поехал? Ты не видел? Он написал, что его голландские приятели не могли понять, что его так привлекают в этом ждуне, и почему ему так хотелось его найти, увидеть, пообниматься с ним. А он говорит, наверное, это всё же вот этот ждун, это типично. Русский менталитет. О, парень, отжимается прям на улице. Ох, а за нами едет утюг. Вот, забрати внимание сзади. Старая машина, вот эту модель, я вот не помню, что это, Nissan или нет, её называют здесь утюг, модель конца 50-х, там, начало 60-х годов. Фары тоже такие жёлтые, да, видишь? Ой, а я сейчас отправлюсь в Lidl, думаю, или в Альберт Хайн, но нет, я думаю, в Lidl за покупками продуктов. Вас с собой я брать не буду, только по одной той причине, что у меня просто заканчивается память на моей камере. Так что, надеюсь, вам понравилось наше такое небольшое путешествие по Лайдену. Вот, едем в парковочный подземный гараж за немцами. Сейчас время каникул, у нас очень много. Хофтник, хофтник. Хотел он билетик взять, но здесь не нужно брать билетик. Это стоит, но она не работает. Видите, и здесь, потому что прямая такая, и масса-масса этих, как это, лежачий полицейский, дремпл тут называется, для того, чтобы не разгонялись. Потому что, конечно, есть такие любители. Я думаю, это почти 7 часов, что так мало машин. Как бы магазин не закрывался. Потому что сейчас изменены режимы работ. Ой, что это было за хлопок. Так что, всем пока-пока.